Существует несколько систем классификации шлемов по времени и территории распространения. Древний мир Среднего века. Русь. Классификация по Кирпичникову. Классификация разработана советским ученым А.Н. Кирпичниковым. Основана преимущественно на археологических находках до 1971 года, а также на письменных источниках. Классифицированных шлемов X XIV века, X37 типа X XI века. Конические шлемы без наносника. 2 образца. СМ. Нормандский шлем. Тип 2X XII века. Сфероконические клумбанные шлемы. 6 образцов. СМ. Шлемы черниговского типа. Тип АЯЯX. XIII века. Сфероконические шлемы. 4 образца. Тип АЯЙБ. XII века. Высокие сфероконические шлемы с наносником. 8 образцов. СМ. В статье ШУМ. Тип 3 XII века. Цилиндроконические шлемы, снабжаемые личинами, три образца. СМ – черноклобутский колпак типа Ви, 12-13 века. Крутобокие сфероконические шлемы с клювовидным наносником, шесть образцов. СМ – княжеский шелом тип Ви, 13-14 века. Полусферические шлемы с полями, три образца, фактически шапель, шеломы, до 17 века. Высокие сфероконические шлемы родственной типу Ай-Ай-Б, шишаки, 15-17 века, шапки железные, небольшие гибридные шлемы, классификация по Висковатому, классификация военного историкова и Висковатого. Она менее точна, чем классификация Кирпичникова, в частности, наоборот используется понятие шелом по Кирпичникову, это шишак по Висковатому, и относится преимущественно к более позднему периоду. Шеломы изначально типологичны нормандским, а позднее низкие сфероконические шлемы, часто дополнявшиеся на ушами и наносником, типы Ай-Ви, шишаки, шапки железные по Кирпичникову, шишаки, высокие шлемы с шпилем, шеломы по Кирпичникову, колпаки, высокие угловатые цилиндроконические шлемы, оставлявшие открытым лицо, месюрки, небольшие наголовья с бармицей, шапки железные, невысокий шлем из листового или кованого железа, без дополнительных защитников. Ерехонки и шапки, стальные или булатные сфероконические шлемы с наносником, на ушами и на затыльником, шапки медные, ерехонки, но выполненные из миди, шапки бумажные, стеганные защитные головные уборы. Европа в Европе классификация шлемов постепенно сложилась сама и представлена у многих историков, таких как Виндалин, Бехайма более поздних, Виндельские шлемы, Кабани шлемы, каркасный шлем, Норманский шлем, Цервильер, Шапель, Топфхельм, Бацинит, Салат, Шапка железная, Остов, Барбют, Бекок, Армет, Бургинет, Шишак, Черепник, Морян, Кабас Сет. Азия по конструкции шлемы могут быть как открытыми, так и закрытыми, тулья может быть цельнокованной, лито или собранной из нескольких частей, сам шлем может быть из железа, стали, бронзы, меди или другого материала, может дополняться защитными элементами, такими как на уши, на носник, на затыльник, бармица, поле, козырек, личина, забрала, полумаска, по форме выделяются также типы шлемов в зависимости от их формы, некоторые из них полусферические, конические, сфероконические, цилиндрические, цилиндроконические, сфероцилиндрические исполнения, тулья гладкая, с ровной поверхностью, рифленая, выполненная в виде ребер жесткости, площадая, в виде вертикальных углублений, долов, витая, закрученная по спирали, с выпуклыми выступами, перфорированная, куполообразные шлемы в разных системах классификации, термин куполовидность означает разные, шлемы, отличающиеся плавно сужающимся подвержьем и плавными переходами между этими, отдельными элементами шлемы, оканчивающиеся заострением, все открытые шлемы.